Добрый день, уважаемые друзья и уже в общем-то коллеги, потому что школы косметологов, которые мы с вами проводим регулярно, вы становитесь в достаточной степени осведомлены во всех тонкостях и премудростях нашей замечательной косметики и косметологии. Ну а сегодня о наболевшем. Вопросы, которые вы мне задаете, задаете нашему отделу продаж, маркетингу, отделу управления качеством и так далее. Собственно, вопросы, на которые сегодня мы будем с вами отвечать последовательно. Есть ряд очень глобальных вопросов, с которых я бы хотела начать, в частности о парабенах, о консервантах, где мы их используем, зачем, почему, в чем они вредны и так далее. И далее целый комплекс вопросов, которые вы задаете достаточно регулярно. У меня есть сегодня помощники в виде вот такой вот замечательной девушки, которую мы в лаборатории большей части используем для того, чтобы определить качество шампуня. Но сегодня на ее лице мы попробуем с вами освоить правила нанесения крема. И я покажу основные какие-то приемы, которые вы тоже можете использовать. Но теперь начнем с самого начала. Первый глобальный вопрос, который беспокоит всю общественность Фаберлика, всеми, кто пользуется кремами. Кремами, подчеркиваю, а не кремами, поскольку крем – это множественное число. Во множественном числе крем все же крем, кремы, а не крема. Давайте будем пользоваться правильной терминологией. Поэтому, уважаемые коллеги, самый главный вопрос, который я в последнее время слышу и вижу, и мне задают чаще всего, и то, что я прочла сейчас в списке вопросов, это тренд парабен-фри. Собственно, что это такое? Насколько вредны парабены? Что вообще это такое? Что это за такой ажиотаж и вокруг парабенов, которые используются в нашей промышленности, косметической, фармацевтической, пищевой и так далее, уже более 50 лет? Итак, вот эта замечательная картинка, которую вы сейчас увидите, тренд парабен-фри, который демонстрирует так называемое отсутствие парабенов в косметических средствах. Главные, собственно, истории, которые нас будут волновать. Что же такое парабены? Парабены общей данной. Следующая часть нашей основной информации. Сначала попробую рассказать вам про парабены как таковые. Во-первых, что такое парабены? Прежде всего, парабены – это сложные эфиры гидроксибензойной кислоты. Пусть вас не пугают столь страшные терминологии, поскольку бензойная кислота – это самая распространенная в природе кислота. Она широко используется в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Еще повторяю, пищевой. Мы не просто наносим парабены на кожу часто, а очень часто их едим. Более того, бензойная кислота, между прочим, содержится в очень большом количестве ягод и фруктов. В частности, почему ягоды-брусники долго не сохраняют свою свежесть? Именно потому, что там очень много бензойной кислоты. Но давайте с самого начала. По порядку. Итак, прежде всего, популярность парабенов, прежде всего, когда они появились вообще в истории косметической промышленности, поскольку нас это беспокоит больше всего, они обладают несколькими совершенно уникальными достоинствами. Это самая низкая стоимость. Это самый низкий процент ввода. И самая длительная история их используется. Еще раз повторяю, 50 лет, больше уж и значительно, более 50 лет мы применяем парабены в наших препаратах, в косметических препаратах, вообще глобально, в мировой косметологии. По сути, вот этот самый тренд парабен-фри, это появился он впервые в 2004 году. Изначально тренд парабен-фри был обусловлен довольно странной историей. И тем не менее, история была такова. Прежде всего, история возникновения тренда парабена-фри. Там следующий слайд, который вам покажут сейчас, там будет четко все написано. Итак, история возникновения тренда. Прежде всего, парабен-фри, еще раз повторяю, зародился в 2004 году. Тогда было опубликовано исследование группы ученых, которые утверждали буквально следующее. Использование парабенов в дезодорантах приводит к возникновению рака груди. Ужас, конечно, ужасный. Но тут же, естественно, вся общественность возмутилась. И тут же, естественно, посыпали всевозможные дополнительные альтернативные исследования. СМИ, интернет-издания широко растиражировали новость. И благодаря чему этот вопрос вышел за рамки научных дискуссий. И перешел уже в сферу потребителей, интересов потребителей. Я понимаю, что это действительно очень важная и злободневная тема. По сути, научный комитет безопасности потребителей Европы неоднократно на протяжении многих лет рассматривал научные данные, которые так или иначе потенциально могут влиять на здоровье, которые связаны с парабенами. Экспериментальные научные исследования многократно показывали буквально следующее. Разрешенные для применения в косметике парабены не вызывают раковых заболеваний. Запомните это. Нет такого подтверждения. О чем, собственно, на сегодня отказ от парабенов стал популярным маркетинговым трендом, так называемый фри-фром. Очень многие вы замечаете наверняка на этикетках надписи «не содержит того», вплоть до того, что растительное масло, которое вы покупаете в магазине, на нее вся этикетка, не содержит холестерина, например. Хотя его и в природе там быть не может. Поэтому фри-фром, то есть нет чего-то, силиконов, слез, парабенов и так далее, то есть косметика не содержит опасные с точки зрения потребителей компоненты, что, в общем, как вы понимаете, в достаточной степени тоже для нас с вами важно. Но, тем не менее, давайте разберемся. Парабены, научные данные, канцерогенные их свойства с самого начала. Первое исследование, еще раз повторяю, было связано с тем, что некая доктор Филиппа Дарбл породила целое направление парабен-фри. И, тем не менее, научное сообщество подвергает их исследованию огромной критике. Во-первых, изначально была использована сомнительная методология. Были исследования тканей груди, в которой содержались раковые клетки. И были совершенно чистые, условно говоря, образцы. И вот эта сомнительная методология показала, что парабены находятся и там, и в другом, и в чистом образце. Как они попали в чистый образец? Как выяснилось, что моющие средства, которым мыли пробирки, содержали тоже парабены. Поэтому, где, собственно, они были, содержались они действительно в тех самых раковых клетках, никто этого теперь не знает. Но данные больше не подтверждались ни разу. Поэтому, но тем не менее, поскольку сообщество потребителей не хочет теперь видеть парабены в рецептурах, естественно, мы тоже работаем над тем, чтобы парабены максимально минимизировать. Хотя, еще раз повторяю, их токсичность значительно ниже альтернативных консервантов. Итак, парабены, особенности замены. Прежде всего, парабены в продуктах – это заменить их вообще на что-либо, чтобы было понятно, почему мы так медленно от них избавляемся. Заменить их крайне сложно. Сложность зависит от целого ряда совершенно объективных причин. Прежде всего, парабены универсальны. Они дешевы, они неприхотливы, они альтернативные консерванты. Мы вынуждены подбирать под каждый продукт свою абсолютно группу этих самых альтернативных консервантов. Более того, индивидуально практически для каждой рецептуры. И это еще далеко не все. Прежде всего, технологический процесс. Парабены очень легко применять на производстве. Они очень легко вводятся в любую рецептуру и никак не влияют дальше на само состояние крема, шампуня, геля для душа и так далее. Альтернативные консерванты более капризные. Они со временем могут изменить параметры этой самой рецептуры, изменить ее цвет, сделать ее более-менее вязкой, более вязкой и так далее. Но в любом случае, без изменения технологического процесса, просто поменять консервант в рецептуре невозможно. Это огромная работа лаборатории в дальнейшем. Далее, консервирующая эффективность. Здесь парабены обладают широчайшим спектром влияния на все микробы. Все, что вы знаете, все, что вводится в окружающей среде, то, что может испортить крем, парабены убивают легко и быстро, причем в очень низких концентрациях. Но при этом они еще и убивают грибы, грибковые всевозможные субстанции. Они убивают еще и споры бактерий, не сами бактерии. То есть предотвращают возможность развития в дальнейшем каких-либо процессов в креме. Плесень тоже легко убивается с помощью парабенов. Поэтому парабены, альтернативные консерванты значительно слабее. Поэтому, чтобы действительно подобрать нужную консервирующую систему, каждый раз приходится подбирать отдельные препараты. Их нужно объединить в единую систему. И концентрация их заведомо значительно выше. И для того, чтобы снизить влияние консервирующих препаратов, снизить ту самую химическую нагрузку, создавая рецептуру, мы проводим так называемый челленджер-тест. То есть мы берем баночки с кремом, насильственным образом заражаем их всевозможными микробами и грибками. Далее начинаем вводить туда консервирующую систему. И пока не найдем ту самую минимальную концентрацию, которая, по сути, убьет все бактериальное обсеменение, убьет плесень и другую грибковую инфекцию, которая может жить в креме в дальнейшем. Поэтому еще повторяю, заменить парабены – это очень большая работа. Далее – органолептические свойства. То есть органолептика – это свойства препарата, его внешний вид, запах и так далее. Альтернативные консерванты очень часто приводят к тому, что меняют вязкость конечного продукта. Они изменяют цвет конечного продукта со временем. То есть мы сделали белый крем, он постоял с консервирующей системой и приобрел некий желтоватый оттенок, что, в общем-то, уже является не очень правильным. Более того, очень сложно подобрать альтернативный консервант так, чтобы он не взаимодействовал еще с другими активными ингредиентами той самой нашей формулы. Поэтому очень-очень сложная большая работа. Кроме этого, раздражающие действия, парабены не обладают раздражающим действием. Они абсолютно не обладают никакими токсическими действиями на организм. Я это заявляю с абсолютной уверенностью, потому что написанная мной достаточно давно кандидатская диссертация посвящена как раз токсикологии. И я как токсиколог очень хорошо разбираюсь в понятиях токсичность и опасность. Вот парабены не токсичны и не опасны. Это четвертый класс, самый низкий класс токсичности и опасности. И раздражающие действия, еще повторяю, парабены не обладают раздражающим действием. И более того, попадая на слизистые оболочки, они не вызывают никаких неприятных ощущений. А вот альтернативные консерванты могут вызвать пощипывание, могут вызвать всевозможные неприятные ощущения. Поэтому парабены, еще повторяю, крайне сложно менять на что-либо. Срок годности. Парабены с легкостью позволяют устанавливать срок годности до трех лет косметических препаратов. На готовые продукты. Но альтернативные консерванты так долго не позволяют им жить. Альтернативные консерванты резко сужают границы срока годности. Но мы и так, в общем-то, с вами минимизируем в любом случае консервирующие системы. Поэтому срок годности наших препаратов в достаточной степени небольшой. Полтора, максимум два на отдельные препараты года. Поэтому здесь для нас, возможно, роль парабенов не так важна. Ну а далее, чтобы вам было понятно, какие консерванты применяют в косметике, мы покажем вам такую, может быть, сложную, на первый взгляд, картинку. Консерванты – это формальдегид. Вы видите, его введение до всего лишь 0,1%. Но это крайне опасный препарат. Там выделяется чистый фенол. Уж если говорить о канцерогенных возможностях консервирующих препаратов, то формальдегиды – это самые канцерогенные вещества. И вообще их можно добавлять только в смывающие средства. Дальше идет целый список, который вы можете увидеть в списке рецептур в наших препаратах. Например, производные гидрокидиазолин, мочевины и так далее. Это всевозможные препараты, которые относятся к так называемым галогеновым соединениям. И вот, наконец, идут парабены. Вы видите, они приближаются к минимальной консервации, к максимальной мягкости, к максимальной эффективности и к минимальной цене. Самая нижняя строчка, стрелочка показывает вам стоимость этих самых парабенов. Но поэтому априори стоимость рецептуры при замене парабенов возрастет. Более того, следующая достаточно для вас, может быть, важная была бы информация – это альтернативы оценки безопасности. Фактически все парабены, вообще все вещества теперь, все консервирующие системы, они должны иметь обязательно токсикологическое исследование на так называемые отдаленные последствия. Токсикологи исследуют их на тератогенность, это на возможность действия на половые клетки, это эмбриотропность, это опасность действия их на плод, если вдруг, мало ли, пациент, человек, который использует препараты с консервантами, ждет в будущем детей. И далее еще и обязательная канцерогенность. То есть, более того, канцерогенность – это самая главная проблема, которую обычно общественность обсуждает. Поэтому с января 2016 года введена обязательная маркировка, которая обозначает H350. Это означает «канцерогенно». То есть, маркировка должна содержать, не обладает канцерогенной опасностью, если в составе есть какие-то вещества, которые могут быть потенциально в этом смысле опасны. То есть, есть список веществ консервирующих, которые обязательно выносятся на первое место, не обладает канцерогенной опасностью. Поэтому всевозможные агентства по безопасности лекарственных веществ международные, французское агентство по безопасности и так далее, предложил ограничения по возрасту и прочее. Поэтому вещества, которые, в общем-то, мы теперь используем, а вы их видите, например, феноксиэтанол, например, его нельзя наносить под препараты для детей до 3 лет под подгузник. Поэтому если мы положили в детский крем феноксиэтанол, то вы должны будем написать на этикетке «нельзя наносить под подгузник» и так далее. Собственно, все это я вам правду про жизнь, раз про канцерогены и про всевозможные альтернативные консерванты рассказываю, чтобы вы перестали бояться парабенов. Они значительно менее опасны, чем многие другие альтернативные канцерогены. Более того, если вы еще в наших рецептурах где-то встречаете парабены, мы не используем их в целом ряде рецептур. Но есть рецептуры, которые просто невозможно на сегодняшний день законсервировать другими активными консервирующими системами. Не надо их бояться, еще повторяю. Более того, Европейский Союз разрешает вводить их до 0,8%. В нашем случае вы вряд ли обнаружите 0,1% содержания парабенов. Почему? Мы проводим все тот же так называемый челленджер-тест. Мы каждый раз проводим специальные исследования, определяя минимальную консервирующую концентрацию парабена в том числе. Поэтому доза его абсолютно ничтожна. А если пересчитать на количество парабена, которые могут попасть на вашу кожу, она просто совершенно будет абсолютно неопределима. Поэтому, да, мы стараемся избегать парабенов сейчас в наших новых исследованиях. Это обусловлено тем, что общественность, к сожалению, насыщена информацией о вредности парабенов. Причем никто не может объяснить, правда, чем они, правда, настолько вредны. Ну, говорят о канцерогенности. Я вам объяснила, что данные, которые были опубликованы, научное сообщество давно подвергло критике. И было масса статей, которые опровергали данный факт. Более того, мы используем более 50 лет парабены. Не только в косметике, но и в пищевой промышленности. Мы их не только наносим на кожу, мы их едим уже 50 лет как. И нет никакой тенденции к увеличению раковых заболеваний в связи с парабенами. Но, тем не менее, чтобы не напрягать общественность, которая не очень любит парабены, естественно, мы работаем над рецептурами. И все наши новые и последние рецептуры, они все не содержат парабенов. На завершение, в общем-то, этого сложного для начала вопроса, европейские сообщества, вообще европейские, сейчас категорически запрещено в Европе и в Америке обозначать на этикетке free from, то есть не содержат чего-то. Не содержат парабенов, не содержат, я не знаю, силиконов, не содержат там еще чего-нибудь. Вот этот длинный список не содержат, теперь нельзя публиковать на этикетке, потому что это вводит в заблуждение потребителей. Потребитель не всегда понимает, что это за вредная химия, которую он почему-то не содержит. А все остальные содержат, возникает вопрос. Поэтому этот тренд, маркетинговый сугубо тренд, это теперь под запретом. Ничего нельзя такого более писать на этикетках. Но еще раз повторяю, не бойтесь таких страшных парабенов, потому что альтернативные консерванты могут оказаться значительно более опасны. Но еще раз повторяю, мы очень тщательно подбираем консервирующие системы, мы очень тщательно изучаем документацию. Каждая рецептура подвергается дополнительным исследованиям, поэтому мы стараемся минимизировать процент ввода любых консервирующих систем. Поэтому с нашей стороны мы проводим всю работу, чтобы вы могли смело утверждать. Новые препараты, как Фаберлик, не содержат парабенов. Но кое-где они могут еще встретиться. Еще повторяю, потому что невозможно законсервировать. А теперь я буду отвечать на ваши вопросы, которых достаточно много. Если что-то придет новое, я, возможно, успею ответить и на все остальное, это вот то, что вы хотите знать в первую очередь. Итак, какими средствами, кроме Ampoule Expert, можно использовать мезороллеры? Мезороллер вообще замечательная вещь. Альтернатива инъекциям. Это штука, которая позволяет немножечко разрыхлить роговой слой эпидермиса и усилить проникновение в кожу активных препаратов, которые так или иначе будут более интенсивно влиять на процессы обмена и улучшать состояние кожи. Кроме Ampoule вы можете прекрасным образом использовать наш замечательный кислородный бальзам под мезороллер. Поскольку максимальная концентрация аквафтема, которая там содержится, будет очень благотворно влиять на все процессы, физиологические процессы в коже. Прежде всего, насыщение кислородом будет усиливаться. Во-вторых, будет стимулироваться локальная микроциркуляция. В-третьих, в составе препарата есть пантенол. Он будет успокаивать кожу и снимать какие-то неприятные ощущения. Поэтому все гелевые препараты можно прекрасно использовать еще и под мезороллер. Более того, под мезороллер вы можете использовать нашу систему АБЦ, а именно препарат с альфа-гликолевой кислотой. Тот самый первый шаг, шаг один. Тогда, если вы хотите получить более интенсивный эффект отшелушивания, вы можете слегка и пройтись мезороллером по этому самому гелю с гликолевой кислотой. Тогда процесс обновления кожи будет значительно более интенсивно проистекать. Есть ли смысл использовать круговую пластику с омолаживающей программой 3 серии Эксперт? Омолаживающая программа 3, как я... Это программа лифтинга. Собственно, да, имеет смысл. Это немножко разные по механизму действия препараты. Круговая пластика содержит вещество, которое называется базолин. Прежде всего, базолин отвечает за активизацию синтеза коллагена типа 4, так называемого якорного коллагена, который цепляет обратно эпидермис к дерме, не давая провисать коже. А сама омолаживающая программа 3, то есть лифтинг и восстановление, содержит другие немножечко препараты. Во-первых, это микроколлаген, то есть кирпички для построения собственного коллагена. И кроме всего прочего, в составе есть три пептида, это активизатор синтеза коллагена типа 1, основной коллаген, который поддерживает опору нашей кожи. Поэтому последовательно применять даже очень рекомендуется. Если использовать сыворотку антистресс, можно ли под тональный крем наносить крем-блер? Да, можно, здесь скорее нужно. Я говорю, да, нужно, не обязательно, но можно. Во время использования ночной маски платинум легкое покалывание и покраснение в области крыльев носа и подбородка. Через 1-2 минуты все проходит. Утром раздражения нет. У мамы наблюдалась такая же реакция. Как так должно быть или нужно прекратить использование маски? На крема этой же серии такой реакции нет. В составе маски есть легкие охлаждающие добавки, которые стимулируют и добавки, стимулирующие микроциркуляцию. А если щипят именно крылья носа и подбородок, это скорее диагностический признак того, что в этой зоне у вас есть нарушенный эпидермальный барьер. Это нормально. Вот тогда вам просто нужно обязательно под эту маску использовать сыворотку из серии Риноваш. Маслянистую нашу сыворотку для того, чтобы восстановить барьерные функции кожи. И прекрасным образом сочетать эти два препарата. Это не является противопоказанием к применению маски платинум. В составе крема Фаберлик часто встречается урия. Уникальный элемент. Но некоторые консультанты с отвращением относятся к упоминанию этого продукта. Скажите, пожалуйста, подробнее о свойствах и пользе урия. Спасибо. Во-первых, урия, она же мочевина. Называйте ее карбамидом. Эту самую мочевину, таково химическое название этого вещества. В сущности, раньше мы всегда использовали термин карбамид, но, видимо, в последнее время решили об этом говорить впрямую. Итак, что это такое? Это мощнейший увлажнитель. Это натуральный увлажнитель, который обладает уникальной способностью удерживать влагу в роговом слое эпидермиса. Надо сказать, что препарат незаменим в двух особо случаях. Первое – это средство для кожи больных диабетом, который страдает от очень сильной сухости и обезвоженности. И второе – это для мозолей, натоптышей и так далее. В косметической практике карбамид, еще повторяю, она же урия, используют еще в специальном, так называемом, холодном гидрировании, когда нужно разрыхлить поверхность эпидермиса перед, например, механической травматичной чисткой. То есть это прекрасное средство, которое будет длительно удерживать влагу в коже, стимулировать процессы циркуляции влаги в коже. Поэтому не нужно этого бояться. Это синтетическое вещество, никоим образом к самой урине не имеющее отношения. В нашем случае, безусловно. Как правильно разводить и носить альгинатную маску? На самом деле у нас запланирован отдельный совершенно мастер-класс для альгинатных масок. Но в сущности ничего сложного в этом нет. Если вам действительно важно не передозировать воду, высыпаете, открываете пакетик, высыпаете маску в плошку, берете обозначенное на этикетке количество воды, начинаете вливать ее потихонечку и постепенно, быстро размешивая маску шпателем. Есть второй вариант. Берете баночку, примерно миллилитров 100, высыпаете с крышечкой баночку или шейкер для приготовления, например, красок для волос. Высыпаете туда порошок, наливаете обозначенное количество воды, лучше отмерить, и взбалтываете эту самую баночку или шейкер резкими интенсивными движениями. Так как только перестала болтаться там внутри вот эта вот масса, вы получите готовую маску, тут же нанесете ее на лицо. Проблема еще в том, самому себе ее немножко сложно наносить. Если вы вдруг перелили воды, маска будет течь и капать. Есть еще вариант. Берем пленку пищевую, выливаем на нее маску, и потом всю эту массу накладываем на лицо, прорезая себе ротик и носик для дыхания. Не бойтесь наложить ее на глаза. Ничего не прилипнет и не оторвет ресницы вместе с бровями. Как только маска застынет, вы легко ее снимете вместе с пищевой пленкой. Пленку даже можно снять несколько и раньше. Поэтому альгинатная маска, то, что мы имеем сейчас, это абсолютно профессиональный продукт, который используется в профессиональной косметологии. Поэтому, если время... Более того, у нее есть потрясающий эффект пил-оф. Она не просто стимулирует всевозможные процессы физиологические в коже. Она еще снимает омертвевшие клетки, которые скопились на поверхности, тем самым делая тон вашей кожи значительно более гладким и ровным. И рельеф тоже. Далее. Мне 43-44 года. 43 или 44, я не очень поняла. А хочется ли на ваше? К 50 захочу хирурга. Может быть. Или ждать что-то у нас действенного от стекания овала. Не уберут ли круговую пластику? Будет что-то с липоевой кислотой? Это же наш патент. Относительно липоевой кислоты, да. Наверное, стоит вернуть несколько препаратов. Мы обсудим это с отделом маркетинга. И, возможно, вернем что-то обратно. Если вам 44 и хочется рейноважа, точнее вы видите конкретные признаки деформации овала лица и появление достаточно глубоких складок и морщин, ничто не мешает вам начать пользоваться рейноважем уже сейчас. Более того, еще повторяю, возраст – это понятие очень условное. Хирург в 50, некоторые используют его и раньше, хирурга. Но если вы хотите действительно какие-либо манипуляции хирургические, по показаниям лучше это сделать в 50 лет, чем дожидаться обвала, полного обвала годам к 60. Или же потом ничто не стоит на месте. Я очень надеюсь, что мы тоже сможем создать нечто альтернативное пластической хирургии. Косметология не стоит на месте. У нас есть действительно в руках сейчас колоссальные исследования и прекрасные новые ингредиенты, которые будут бороться с гравитационным птозом и сдерживать падение овала лица. Какой уход за жирной кожей с акне? Во-первых, для жирной кожи с акне я бы изначально посоветовала бы вам обратиться к дерматологу. Потому что нужна консультация врача для того, чтобы понять степень акне. И уже исходя из этого, этой степени акне, делать те или иные рекомендации. Но, тем не менее, вы должны помнить главное и основное. Жирную кожу нужно как можно тщательнее очищать. Причем очищать настолько, несколькими очищающими средствами последовательно. Во-первых, ее нужно умывать. Для этого у нас есть отдельные препараты из серии антиакне в серии экспертфарма. Потрясающая маска 3 в 1, которая используется и как умывалка, и как маска, которая будет бороться с теми или иными процессами воспаления. Далее обязательно тоник. Далее после тоника, если нет активных воспалительных элементов, нужны препараты для глубокого очищения кожи. И прочее. Кожу нужно умывать, очищать, умывать, очищать. Более того, все наши препараты для жирной и жирной проблемной кожи созданы именно с тем учетом, чтобы не нарушать гидролипидную мантию и не пересушивать кожу, потому что жирно обезвоженная кожа нет ничего хуже. И мы прекрасно понимаем, какие у нее есть проблемы. Поэтому в случае, если у вас острое воспаление, берем серию антиакне, которая есть в нашем каталоге. Вот он у меня здесь под рукой. В серии Эксперт Фарма. Как только утихли воспаления, берем серию Аксиологи для жирной и комбинированной кожи для ежедневного ухода. И пока все. Но еще повторяю, на всякий случай посетите дерматолога. Вам нужна скорее консультация и возможно понадобятся какие-то более активные профессиональные средства, если акне в достаточной степени активны. Летом с удовольствием пользуюсь DD-кремом Гардерико SPF 30. Его уже давно нет. Будет? Будет. Обязательно будет. Это прекрасный препарат. И он будет. И даже не сомневайтесь. Но пока возьмите BB-крем из Аксиологи. Там немножечко ниже SPF фактор. Но тем не менее, он спасет вас тоже. Если глаза отечные, могут быть по утрам, тогда крем для глаз паралексир не стоит наносить на ночь. Вопрос, что использовать вместо него. Если глаза отечные по утрам, наверное, отследите, что вы принимаете вечером. Возможно, у вас нарушен какой-то режим питьевой. Может быть, вы пьете очень много воды. Может быть, едите очень много соленого. Посмотрите на свой рацион. Почему нельзя использовать крем-паралексир на ночь? Очень даже можно. Единственное, помните, крем нанесите хотя бы за полчаса до сна. Лучше за час. И избыток крема обязательно снимите с кожи век, так, чтобы это не ощущалось вообще никак. Никаких проблем нет. Можете использовать препараты серии Аксиологов для ухода за кожей век. Они тоже прекрасно себя проявляют. Возраст 37 лет хочется быть без мешков, синяков, гусиных лап и других проявлений зрелости и мудрости. Ухаживайте. Ухаживайте за кожей век. Мы потом с вами на вот этой прекрасной модели посмотрим, как правильно наносить препараты. Далее. Летом подскажите, пожалуйста, как правильно с помощью каких средств ухаживать за кожей с куперозом. Во-первых, давайте разберемся, что такое купероз. Это застойная краснота, которая проявляется иногда как проявление достаточно серьезных заболеваний кожи. Если это просто отдельные сосудики, лопнувшие сосудики или сосудистые звездочки, как признаки возрастных изменений кожи, мы об этом поговорим отдельно. Но иногда бывает такая застойная краснота, которая является признаком, например, домодекоза. Поэтому нужно разобраться сначала, что это за купероз. Есть ли еще какие-то дополнительные симптомы и признаки. Поэтому об этом пока говорить не будем. Но как ухаживать за кожей с куперозом? Прежде всего нужно очень опасаться ультрафиолета, потому что солнечные лучи порождают еще большее количество лопнувших сосудиков. Второе. Что такое вот этот купероз? Это сосудик, в котором стоят эритроциты, которые не дают движения крови внутри кожи. В нашем случае есть в руках замечательный препарат. Это наш кислородный бальзам или кислородный активатор, неважно что. Вот наносите точечно, буквально на те зоны, где у вас есть купероз. И это будет способствовать активизации микроциркуляции и вымыванию вот этих вот закупоренных эритроцитов из кровеносного русла. То есть мы будем с вами восстанавливать процесс микроциркуляции и тем самым освобождая кожу вот от застоя. И прекрасная серия наша замечательная серия сияния, в составе которой есть пептид, который отвечает за детоксикацию. Собственно, этот процесс тоже будет способствовать уменьшению проявления куперозных сетки на лице. Скажите, пожалуйста, можно ли носить питательный крем, повторяем, кремы, когда потливость высокая, когда жарко? Не стоит этого делать, потому что крем все равно создаст определенную окклюзивную пленку на поверхности кожи, и это усилит только потливость. Замените это на более легкие препараты, возьмите серию оксиологи увлажнения для летнего ухода, она будет в этом случае достаточно актуальна. А на ночь можете нанести себе питательный крем, ничто не мешает. Летом, как мы знаем, надо защищать кожу от ультрафиолета. Многие дневные кремы компании серия кислородное увлажнение, кислородный баланс не содержат СПФ, значит, их нельзя использовать без нанесения солнцезащитных кремов, но в сильную жару не всякая кожа хорошо переносит такой бутерброд. Как поступить? Возьмите BB из серии кислородное сияние, там есть СПФ-фактор, используйте его для выхода на улицу, если вы будете подвергать свою кожу избыточному действию ультрафиолета. Научите консультантов консультированию, определению типа кожи клиента и подбору средств для домашнего ухода. Да, это очень злободневно и очень важно. Как определить тип кожи? На самом деле, тип кожи это уловка косметологов. По сути, мы с вами определяем тип кожи по активности сальных желез. Если кожного сала на поверхности много, мы говорим, что кожа жирная. Если кожного сала на поверхности мало, мы говорим, что кожа сухая. Для бытового использования такие критерии могут быть вам полезны. Итак, как понять, какой тип у вас кожи? Представьте себе, вы утром умылись, пьете вторую, нанесли макияж, пришли на работу и к 12 часам дня примерно, кожа начинает потихоньку блестеть. Сначала в Т-зоне лоб, нос, подбородок требуется коррекция макияжа. Если значит ваша кожа скорее жирная. Если жирность кожи значительно начинает проявить, то есть вы подкорректировали макияж, а через час она снова блестит, значит кожа очень жирная. Соответственно для такой кожи нужны препараты из серии кислородный баланс. не забывайте, что даже самая жирная кожа требует еще и увлажнения. Поэтому время от времени рекомендуется вашим клиентам обязательно использование увлажняющих масок или увлажняющих кремов хотя бы для ночного использования. Если вы утром проснулись, пьете вторую чашечку кофе, а у вас на лице так и не расправились следы от подушки, условно говоря, складки кожи очень долго расправляются. Это означает, что вашей коже не хватает влаги. Тип кожи в данном случае абсолютно не важен. Это может быть жирная кожа, может быть кожа сухая. Это говорит о том, что кожа обезвожена. Внимательно посмотрите еще на лицо вашего клиента. Если вы вдруг обнаружили, вдоль носа идут неестественные мелкие морщинки, помните рекламу, как не повезло яблоку, сморщенное яблоко. У меня есть замечательная модель, мы сейчас на ней и покажем. Что говорит об обезвоженности кожи? Вот такие вот здесь вдоль носа тоненькая тоненькая сеточка морщин, которая очень легко разглаживается при нанесении средств, хорошо удерживающих влагу в роговом слое эпидермиса. Итак, жирная кожа, вернемся обратно, это блеск лоб, нос, подбородок где-то через пару часов после нанесения макияжа. И если лицо требует блестит и требует коррекции макияжа буквально каждый час, то резко идет об очень жирной коже и блеск распространяется вот сюда на щеки. Далее кожа обезвоженная. Вы проснулись, складки, заломы от подушки остались на лице. Прошел час после того, как вы встали, они очень медленно расправляются. И вы можете ущипнуть вашего клиента за щеку, если я буквально показываю сейчас на своей руке, видите, легко захватывается складка. Вот когда складка так легко захватывается, это говорит о том, что кожа теряла упругость, то есть ей не хватает влаги. Поэтому это тоже еще один диагностический признак. Ну а далее сухая кожа. Как понять, сухая ли она и насколько? Прежде всего расспросите вашего пациента, какие у него есть основные жалобы на свою кожу. После умывания лицо стянуто, дискомфорт, ощущение красные пятна появляются на лице. Кожа шелушится, причем шелушится часто на носу, на щеках, на подбородке и так далее. То есть поры узкие, незаметные, кожа бледная и тусклая, никакого сального блеска на поверхности нет. Значит, мы говорим с вами большей частью о сухой коже. Тогда в этом случае предлагаем препараты из серии питания, все, что призвано насытить кожу теми самыми жирными веществами. Есть еще один тип кожи, который мы относим, условный тип, естественно, это скорее состояние кожи, который мы относим к чувствительной нервной раздраженной коже. То есть многие говорят, а у меня кожа чувствительная, что мне тогда использовать? Что такое чувствительная кожа? Это означает, что у кожи поврежден эпидермальный барьер. То есть вот этот верхний слой кожи, который вы видите в зеркало, интерфейс ваш и вашего пациента, это ничто иное, как роговой слой эпидермиса. Вы его видели воочию, когда ожог, вот он-то и поднимается в виде пузырька на поверхность. Это тончайшая пленка, которая является первым эшелоном защиты от всех негативных факторов внешней среды. И собственно это признак, когда вам говорят, что кожа краснеет, кожа раздражается, кожа не терпит никаких активных процедур, нанесение пилингов вызывает жжение, хочется их сразу смыть. Скрабы вызывают раздражение, кожа реагирует на них неадекватно. И плюс еще, повторяю, шелушится, мажу жирным кремом, ничего не проходит. То есть перед вами пациент с чувствительной кожей, с поврежденным эпидермальным барьером. Вот этот самый роговой слой эпидермиса это не просто некое скопление клеток. Между этими клетками есть еще специфические вещества, так называемые эпидермальные липиды. Про церамиды вы все слышали и все знаете. И омега-3, омега-6 ненасыщенные жирные кислоты тоже. Вот собственно между клетками содержатся как раз церамиды и омега-3, омега-6 ненасыщенные жирные кислоты. В случае если этих липидов не хватает, в коже образуются прорехи. И вот в эти дыры буквально в те самые повреждения эпидермального барьера начинают попадать раздражающие факторы внешней среды. А вот там внизу уже на втором слое сидят рецепторы. Рецепторы это нервные окончания, которые чувствуют изменение температуры, которые реагируют на хеморецепторы, терморецепторы и так далее. И они реагируют на попадание раздражающих факторов, как начинают искрить, как электрические провода, буквальным образом. А кожа реагирует на это раздражением, покраснением. Более того, она стремится закрыть сама эти самые дыры и начинает усиленным образом посылать на поверхность кожи клетки эпидермиса начинают быстрее подниматься и пытаясь закрыть вот эти прорехи в коже. А вы визуально вот эти клетки, толпящиеся на поверхности кожи, видите в виде шелушащихся пластинок, которые требуют в общем-то достаточной степени удаления, потому что они визуально выглядят не очень эстетично. Что делать с такой кожей? На самом деле такой кожей тоже очень даже подойдет серия питания из серии аксиологи. Такой кожей прекрасным образом подойдут наши увлажняющие маски. И спасением для такой кожи будет наш кислородный бальзам и кислородная сыворотка активатор. Поэтому несколько капель на поврежденные участки перед тем как нанести основной препарат очень сильно помогут. Более того, такой коже нужны регулярные маски, потому что такая кожа требует более усиленного ухода, и маски позволят такой коже восстановить статус кво, то есть восполнить утраченный липидный барьер. Поэтому еще раз вернемся, повторяю, комбинированная кожа, склонная к жирности, блеск только в Т-зоне, широкие поры и так далее. Жирная кожа, когда требует коррекции макияжа каждый час, и жирность распространяется на щеки, зона расширяется, вы расширенные поры, большое количество комедонов черных точек, забитые буквально поры и отдельные воспалительные элементы. Нормальная кожа – это редкость великая, к этому мы хотим стремиться, это когда все хорошо, нет жирного блеска, кожа ровная, гладкая и ухоженная. Сухая кожа, тонкая кожа с достаточно бледным цветом лица, немножко пожухлая, на поверхности такой кожи часто определяются купероз и вот эти самые сосудистые звездочки. Чувствительная кожа – это крайняя степень сухой кожи, то есть когда уже совсем поврежден эпидермальный барьер, поэтому требуется уже какой-то дополнительный, более деликатный уход. Ну а дальше соответственно внимательно читаем этикетки и то, что написано в нашем каталоге. Препараты для жирной кожи – это серия баланс, препараты для нормальной кожи, это серия увлажнения, собственно, которая годится и для жирной и для сухой. Серия питания больше подходит сухой коже и чувствительной. Серия детокс – начинаем ей лечить чувствительную кожу и затем переходим на серию питания. В сущности основные препараты таковы. Ну а дальше берем уже возраст вашего клиента и исходя из возрастных показаний назначаем дополнительные препараты из других серий и серии эксперт и серии антивозраст в зависимости от степени выраженности тех или иных возрастных стигматов на лице вашего пациента. Итак, надеюсь, понятно, если не очень понятно, сделаем отдельный семинар. Пожалуйста, покажите на видео, как правильно носить крем самой себе. Но видео я вам тут точно сейчас не покажу. косметические средства вокруг глаз, шеи, декольты, лицо, скрабы и так далее. У меня есть девушка, лабораторная помощница наша, которая нам помогает во всех прочих событиях. Итак, с чего мы начинаем изначально? Естественно, с очищения кожи. Поэтому здесь действительно помнить важно. Все препараты косметические, неважно, что вы используете сейчас, наносятся исключительно по линиям наименьшего натяжения кожи. Это так называемые массажные линии. Здесь все очень просто. Лоб начинаем со лба, от середины лба к вискам, от середины лба к вискам. Таким образом мы ватными дисками очищаем кожу и таким же образом мы наносим все прочие препараты. Далее, область век. Вот здесь больше всего ошибок, как правило, совершается, потому что область века это самая уязвимая зона нашего лица и она первая выдает возрастные изменения. Те самые гусиные лапы, о которых сообщали вы ранее в своих вопросах. Итак, мы помним следующее. Мы никогда не наносим препарат на верхнее веко, особенно на ночь. Под макияж вы тоже здесь ничего не наносите. Подвижная века, достаточно жирная кожа в этой зоне и здесь никаких проблем связанных с каким-то дополнительным уходом не возникает. Единственное, веко может упасть, но это уже косметическими средствами с возрастом опуститься. Вы это не исправите. Препарат всегда для век наносят от внешнего угла от виска глаза к носу, от виска от внешнего угла к внутреннему. Почему так? Круговая мышца глаза, которая располагается вот здесь, ее волокна расположены именно вот так. Поэтому движение должно быть вот такое. Наносите небольшое количество препарата и пальцевым душем впитываете его, постукивая кончиками пальцев его в кожу век. Более того, не надо даже особо тянуть кожу. Постукивающих движений будет достаточно. Почему еще от внешнего угла глаза к внутреннему? Потому что здесь, вот здесь буквально во внутреннем уголке глаза находится лимфатический коллектор и венозный узел. Вы сюда сбрасываете застоявшуюся лимфу, вы сюда сбрасываете венозную кровь, которая застоялась вокруг глаз и просвечивает, а вы видите как темные круги под глазами. Поэтому нанесли крем для век. Как используют скрабы и очищающие другие средства? Скраб наносят тоже по массажным линиям. Следующая массажная линия это от крыльев носа к козелку уха к середине. Крыло носа к козелку уха. Следующая массажная линия от угла рта к мочке уха. Вот собственно важно, что вы должны помнить. Еще раз повторяю. Середина лба к вискам, глаза исключительно от внешнего края века к внутреннему, от виска к носу, всегда к носу. Следующая линия наименьшего натяжения кожи от крыльев носа к козелку уха. Далее угол рта, мочка уха. Вот собственно главное. Как вы наносите скрабы? Скраб наносится тонким слоем, распределяется по поверхности кожи, избегая всегда область век. И далее легкими круговыми движениями начинаете разносить препарат строго по массажным линиям. Для того, чтобы все отмерзшие клетки отшелушить, а кожу не растянуть. обильно смываем водой. Как наносится крем сыворотки? Сыворотки наносят всегда точечно по основным точкам красоты. Их пять основных точек. Межбровье, скула, щека и подбородок. Несколько точек, которые вы потом вдавящими движениями этот препарат распределяете по поверхности кожи. Как только сыворотка впиталась, наносим уже крем. Если это день, соответственно, дневной, если это ночь, соответственно, ночной. Эти главные правила, они очень просты, и вы можете демонстрировать потом использование косметики на себе, на ваших пациентах и так далее. То есть вот она замечательная голова, на которой все прекрасно видно. Если что-то непонятно, повторим в отдельном семинаре, на отдельном мастер-классе или снимем действительно для вас видео. Но для начала пользуйтесь основными такими моими советами. Что касательно шеи, то движение всегда снизу вверх, потому что мышца, которая тонкая мышца, которая покрывает поверхность кожи, платизма, она начинается у нас от второго ребра и движется к поверхности и цепляется где-то вот сюда уже в кожу, вплетаясь в кожу. Поэтому всегда движение не так, а так. То есть снизу вверх, от груди к подбородку. Что касательно зоны декольте, здесь обычно наносят по V-образным линиям. То есть вот эта зона всегда по V-образным линиям от плеч к середине груди. Это линии тоже наименьшего растяжения. Подскажите, как ухаживать за кожей с пигментами пятнами в разное время года, чтобы они хотя бы бледнели. Конечно, хотелось бы от них совсем избавиться. Сейчас лето, они стали ярче, можно летом использовать отбеливающими кремами. Как правильно составить программу хода с такой проблемой? Во-первых, изначально пигментные пятна это сигнал, что что-то в организме неблагоприятное. Это не всегда только действие ультрафиолета. Это может быть проблема с печенью, с надпочечниками, гормональные проблемы женской половой сферы, связанные с проблемами женской половой сферы. Поэтому сначала определите, почему они у вас появляются. Потому что солнце это лишь стимул, триггер такой, который активирует их появление. Поэтому последите за своим здоровьем, выясните изначальную причину. Как ухаживать? Но лучше бы, конечно, обратиться к косметологу, потому что здесь, как правило, уход начинается с очень глобальной программы отшелушивания кожи. Сделать это в домашних условиях не всегда возможно, потому что это достаточно серьезная процедура. Ее нужно делать всегда только в холодное время года, когда нет сильных солнечных лучей. А что делать летом с такой кожей? Вы можете локально на ночь наносить отбеливающий крем из нашей серии «Эксперт» и не бояться каких-либо последствий. Утром на эти же самые участки нанести наш крем осветляющий и уже поверх этого бутерброда нанести уже крем солнцезащитный. Вам нельзя без солнцезащитного крема появляться на улице вообще. К сожалению, никакими отшелушивающими препаратами сейчас пользоваться не очень рекомендуется, поэтому дотерпите до момента, когда солнце перестанет быть таким злым и проведите нашу процедуру АБЦ, то есть АБЦ пилинг, все три шага и затем отбеливающая программа. Имейте в виду, что процесс это долгий, потому что движение клеток от базального слоя эпидермиса, где клетка родилась, где наполнилась меланином, поднялась на поверхность кожи, занимает примерно месяц, поэтому курс минимум два месяца, это как минимум 60 дней ежедневного применения отбеливающих препаратов. Это долгий процесс, поэтому не ждите эффекта завтра, но начинайте работать над кожей сейчас. Как последовательно замаскировать темные круги под глазами? У меня еще отечное нижнее веко, ни красное, ни сосуды. Отечное нижнее веко, если это не красное, ни сосуды, это может быть грыжа. Это тогда сквозь соединительную ткань начинают вытаскиваться жировые комки, которые формируют ощущение постоянных отеков. Это, к сожалению, хирургическая проблема. Здесь нужно обращаться к хирургу, даже инъекциями вы это не исправите. А что делать дальше, подслойно, как замаскировать? Темные круги под глазами. Во-первых, у нас есть специальные средства маскировочные в каталоге в разделе декоративной косметика. Это препарат фиолетового такого цвета. Наносите сначала его, а затем уже какой-либо поверхностный наш консилер, кстати, прекрасно с этим справляется. Консилер идеален. Он ничуть не хуже, на мой взгляд, даже лучше, чем известный хит Ивсен Лорана. Поэтому здесь два препарата будет достаточно. Но на ночь обязательно наносите крем для век и небольшое количество кислородного бальзама под него. Он будет стимулировать микроциркуляцию, уменьшать отечность и уменьшать проявление темных кругов, потому что, еще раз повторяю, это застойная венозная кровь. Подскажите средства для ухода за дряблой кожей тела параллельно занятиям в спортзале. У нас есть замечательный крем для тела. Собственно, вот он, антицеллюлитный крем скульптор 1080. Прекрасный наш препарат, который вы можете наносить на кожу перед тем, как заняться интенсивно спортом. А после этого на ночь можно нанести термогель и приклеить патчи. Это все будет совместно давать прекрасный эффект. Некоторые косметологи запрещают использовать мицеллярную воду, мотивируя это страшным химическим составом. Можно подробнее в составе. Что там страшного нет? Вода, поверхностно активные вещества, специфический эмульгатор, формирующий мицеллы и консервант. Вот и все. Единственное, пользоваться можно и нужно и даже очень хорошо. И прекрасно снимать макияж. Но если вы помните мою рекомендацию, которая, может быть, тоже сходно с этими косметологами, ее надо смывать. Не забывайте просто ополоснуть лицо водой и протереть потом лицо тоником. Просто рекомендация не смывать мицеллярную воду, поскольку в ней все-таки есть какое-то количество самых мягких павов, это будет потихонечку нарушать эпидермальный барьер. Поэтому многие косметологи, профессиональные косметологи не всегда ее очень любят. Но еще повторяю, ничего страшного в ней абсолютно нет. С какими еще средствами, кроме ампул эксперта, можно использовать мезороллер? А мы тоже, по-моему, отвечали. Кажется, кажется, нет, еще остался. Еще осталась страничка. Что лучше для удаления пушка на лице? Лазер, воск, депилятор? Чем лучше убирать? Можно ли избавиться от них навсегда? Может, средства какие-нибудь есть? На самом деле, пушук на лице, сдайте анализы на гормоны. Если пушук появился еще в возрасте до менопаузном, тем более, сдайте анализы на гормоны. Это означает, что у вас немножечко снизилось количество эстрогена в организме женского полового гормона. Как убирать? Есть прекрасный лазер, которым можно навсегда избавиться от нежелательных волос на лице в том числе, но для этого нужно главное условие. Волосы должны быть темные. Лазер не видит светлых волос и не видит седых волос. То есть лазер в случае в этом случае будет бесполезен. Воск. Есть воск, да, можно, но просто эту процедуру нужно будет повторять достаточно регулярно. Есть гораздо более мягкие вещества, это шугаринг. То есть специальные пасты сахарные, которые можно использовать часто, регулярно и потихонечку, постепенно они уберут все нежелательные волосы на лице. Есть еще электрокогуляция, но это очень тяжелая методика и очень болезненная. Ее используют в очень крайних случаях, когда совсем жесткие волосы, которыми иным способом завести невозможно. Еще раз повторяю, лазер, в случае, если пушковые волосы темного цвета, воск, да, можно, но менее рекомендован, чем шугаринг. Есть шугаринг, и хороший косметолог вам в этом помогут. Депилеторные химические средства не очень рекомендую для лица, потому что все же они вызывают довольно часто раздражение, потому что активное вещество, которое содержится в депилеторе, может сильно повредить кожу. У меня кожа склонная к жирности. Использую крем Axiology для жирной комбинированной кожи. Он хорошо матирует, но сверху приходится наносить солнцезащитный крем лица со споев 30. Все тот же вопрос, что делать? Кожа снова становится жирной. Что делать, чтобы защитить кожу от солнца, при этом не было жирного блеска? Во-первых, возьмите BB-крем из нашей серии Detox. Он прекрасным образом подойдет и жирной коже, и к тому же будет защищать вас от солнца. Можно ли использовать на ночь не забывайте наносить препарат, который будет купировать активность сальных желез. Можно ли использовать за раз несколькими кремами? Зачем? Вот вопрос. Крем и сыворотка обычно мы наносим послойно, а разные несколько кремов я не очень понимаю зачем. В чем проблема? можно сначала нанести крем для века, затем нанести сыворотку подходящую проблеме или типу кожи, а затем сверху нанести крем, который тоже подходит проблеме или типу кожи. А несколько кремов подряд наносить не стоит, это все же нагрузка на кожу. На сыворотку или на ваш наносить другой крем можно, например, Axiology? Да, если у вас сухая кожа, потому что она маслянистая. Ее лучше наносить на ночь. Можно ли использовать восстанавливающий крем от растяжек для груди? Да, конечно, можно, даже нужно. Читала о том, что продукты нефтехимии в креме могут негативно сказаться на проблемной коже, провоцируя появление прыщей. Если в наших кремах это самая нефтехимия, и могут быть они вредны при акне. В наших кремах нет. Я категорический противник нефтехимии. Он есть, например, в большой синей баночке Невея. В наших кремах нет нефтехимии. Почему эти препараты вызывают появление акне? Поскольку они создают на поверхности кожи экклюзивную пленку, затрудняя выход кожного сала. Это приводит к тому, что сначала закупориваются водные протоки сальных желез, потом на этом месте начинают активизироваться самые вредные бактерии акнопропионис и стафилококус ауреус, то есть те, которые провоцируют возникновение акне. А далее вы видите всю картину в общем-то ярко. Получается, что на выходе через короткое время появляется акне. Да, нельзя, ни в коем случае нельзя. Нефтехимия это парафины, это озокерит, это церезин и так далее. Возможно ли нашими средствами убрать следы от акне? Смотря какие следы. Если это уже сформировавшиеся рубчики, то здесь потребуется довольно серьезный пилинг, уже достаточно глубокий. У нас таких безусловно нет, поскольку это домашние средства. Если это застойные пятна инфильтраты, то использование кислородного бальзама и серии АБЦ нашего химического пилинга помогут вам избавиться от следов постакне. Интересуют средства отбеливающий крем для лица эксперт и крем с моментальным осветляющим эффектом SPF 15. Как правильно им пользоваться, чем они отличаются? На самом деле они радикально отличаются. В отбеливающем креме есть препарат, который блокирует появление самого меланина, того самого темного пигмента. Там есть активное вещество, которое влияет на фермент, который отвечает за образование этого самого темного пигмента. и для того, чтобы избавиться от пигментных пятен, препарат следует использовать не менее чем два месяца. И тогда вы увидите эффект осветления пигментных пятен. А моментальный осветляющий эффект это скорее маскирующие средства. То есть вы можете локально нанести на кожу там, где есть выраженные пигментные пятнышки, наш осветляющий крем, через некое время он впитается и кожа приобретет более-менее ровный вид. Поэтому это два немножко разных принципиально разных средства. Как правильно использовать крем с моментальным осветляющим эффектом? Я начала пользоваться вначале появляются как только появляются признаки пигментации на коже. Крем очень плотно ложится, практически сразу превращая лицо в белую маску. Но через пять минут впитывается, кожа смотрится матово. Я даже тональный крем перестала использовать. Но чем жарче стало на улице, мне комфортнее применять этот крем. Да, лучше его не использовать сейчас, когда прям вот совсем жаркое солнце. Правильно его пользоваться можно локально наносить на зоны, где у вас пигментные пятна, а затем возьмите лучше пока BB крем, но на ночь применяйте крем отбеливающий. Как раз он и поможет избавиться от пигментных пятен. Сейчас пользуюсь кислородным бальзамом, сывороткой, антистресс, пока без тональных кремов. Очень жарко. Порекомендуйте, что взять с собой на море. Во-первых, на море нужно взять с собой непременно весь набор нашей серии лета. Само собой разумеющийся. Как ухаживать кожей после пляжа и так далее. В этом случае вам идеально подойдут препараты из серии Оксиологи увлажнения. Они помогут сохранить влагу в коже, они будут препятствовать появлению морщин. Они будут в значительной степени выравнивать водный баланс кожи. Это очень важно для такой проблемной кожи. Кислородный бальзам непременно берите, потому что если вдруг возник солнечный ожог, он вас спасет обязательно. Собственно, и сыворотка антистресс тоже будет полезна в довершении общего ухода за кожей. Здесь очень важно защищать днем и на ночь обязательно снять все препараты с SPF фактором и нанести уже то, что будет восстанавливать кожу в течение ночи. Препараты с SPF факторами тоже не так уж и безобидны, потому что титанодиоксид, оксид цинка, все, что вы, химические фильтры, которые вы наносите на кожу, это тоже дополнительная нагрузка. Не всякая кожа способна пережить и это, поэтому к сожалению тоже нужно выбирать между двумя между нужно всегда очень тщательно подходить к выбору кремов солнцезащитных. SPF 50 наш препарат точно вашу кожу защитит от ультрафиолета, но еще повторяю, тщательно вечером его надо смыть с поверхности кожи. На сегодня вопросы у меня закончились, если у вас они остались, пишите нам дальше, мы их соберем, сформатируем, объединим в группы и дальше проведем с вами аналогичную встречу, рассказывая об наболевшем, ответы на вопросы, все, что волнует вас, как использовать косметику, что в ней содержится, каков механизм действия тех или иных препаратов, что вы хотите узнать, может быть, вас интересует краткий курс косметической занимательной химии. Собственно, я на все готова ответить и с удовольствием обсужу с вами всевозможные животрепещущие темы, связанные с всевозможными мифами косметическими и так далее. А на сегодня пока все. Хорошего вам солнечного летнего дня и не бойтесь появления мимических морщин. Еще раз повторяю, это всего лишь признак вашего доброго нрава. Хорошего дня всем и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok